Добрый вечер! В эфире программа «Цена победы» и хотел сказать, как всегда, но, к сожалению, как в последнее время далеко не всегда, мы в студии «Я и Виталий Дымарский» в московской студии «Эхо Москвы». И мы очень рады, что на связи с нами сегодня наше, чуть не сказал, советское, российское заполярье, на связи с нами Виталий Фурман, он с нами по скайпу из города Мурманска, города Героя, и он является директором по развитию туристической компании «Прохладный Север». Мягко говоря «Прохладный». Да, кстати, название интересное, почему «Прохладный». Вот, и сейчас в Мурманске полярный день, и в Мурманске очень красиво и интересно, и мы будем говорить о войне в Заполярье, мы будем говорить о войне с заполярным кругом. Мы уже касались, Виталий, этой темы, когда с Виталием Дымарским были не так давно в городе Ковдор, вам известно. И там мы делали программу про войну по направлению Кандалахши, как немцы пытались перерезать Кировскую железную дорогу и прервать сообщение между Мурманском и Большой землей. А вот про вашу часть, вашу часть, вот та, которая примыкает к океану, к морю, мы еще не рассказывали. И вот, я думаю, это очень интересно. А знаете, с чего я хочу начать? Мой первый вопрос. Вы, когда мы с вами разговаривали, вы говорили о том, что вы водите туристов, вы водите гостей Мурманской области вот по тем местам, в том числе по тем местам, где были бои, где были сражения. Скажите, вот такой вопрос, что осталось от Второй мировой войны, вот в Мурманской области, на Кольском полуострове, на границе с Норвегией, с Финляндией, вот в ваших заполярных краях? Что можно найти, что можно показать, что можно встретить? Осталась ли канатная дорога? Да. Канатная дорога осталась только в восстановленном варианте, то остальное, если можно наткнуться на ржавое железо. И чем интересен наш край северный, что на самом деле, когда я в 2007 году первый раз оказался на Рыбачем и оказался на Мустотунтуре, хребте, где проходила одна из линий обороны, то ощущение было такое, что вот ты идешь по линии обороны, мимо окопов, мимо камней, где лежали солдаты с винтовками, и вот лежат патроны, лежит щиток, за которым они прятались, камни с выщербленными. Такое ощущение, что солдат только ушел. Все остальное, вот как оно было, так оно и лежит. Сейчас, конечно, с этим немножко хуже, людей пошло гораздо больше, все артефакты растаскиваются, но вот первое ощущение, когда я туда пришел, в 2007 году, такое ощущение, что вот солдаты только ушли, и война только закончилась. А скажите, а вот что осталось? То есть, как это все выглядело во время войны? Был ли сплошной фронт? Или были какие-то вот просто такие очаги столкновений? Или наша армия, по-моему, 14-я армия, которая обороняла Кольский полуостров, она располагалась вот прям по всей линии фронта, захватывая и норвежскую границу, и финскую границу. Как вообще вот это была устроена вся инфраструктура обороны? Ну, извините, я дам не только обороны, мне кажется, да, важно еще и как, собственно говоря, противник наступал тоже, да, вообще, как там, да, где-то проходило, как все это выглядело в жизни? Что такое линия фронта в этих условиях? В настоящем, ну, на что было завязано, да, завязано было на порты, куда немецкие войска могли выгрузиться, и, соответственно, уже готовая армия, выгружившись с транспортов, начинала наступление по земле. Соответственно, у немцев это был порт Ленахамарий. Это сейчас Норвегия, да? Нет, это сейчас наш поселок Ленахамарий, он назывался тогда Пицама. Он тогда был финский, что ли, да? Тогда он был финский, это как раз территория, которая отошла финнам в 1937 году, когда была финская война, когда у Выборга отодвигали территорию, а, соответственно, у нас в Заполярье отдали в тысячу раз большую территорию, чем от Выборга отодвигали, и так у финнов появился выход на Баренцево море. Понятно. А скажите, вот эти немецкие силы, которые были, правильно я понимаю, что они снабжались только с моря? Вот как поддерживали жизнедеятельность вот этой немецкой группировки? Что-то у нас прервалось. Сейчас продолжим. Алло, 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 как есть, Саин, да, что у нас как рыбачий, мы были, да, корабли, которые подходили. Нет, нет, что-то не порядок. Только с моря могли снабжать рыбачий. Так, давай сейчас восстановят нормальную связь, и мы с этого места повторим вопрос. Сейчас нормально нас слышите? Да, отлично сейчас слышу. Тогда я повторяю свой вопрос. Вот насколько велика была немецкая группировка вот в этой части на берегу моря, да, и как она снабжалась? Правильно я понимаю, что вся немецкая группировка военная, она снабжалась через море? Да, все правильно. Она снабжалась через море, как раз через порт Пицама-Ленахамарий нынешний. И оттуда же, оттуда из Ленахамария для немецких войск вывозился никель. То есть, почему этот был стратегический порт для немцев важен, да, что это была не только атака на Мурманск, на рыбачий для того, чтобы захватить север, и незамерзающий порт Мурманск. Но это была одна из немногих точек, где добывался никель для брони немецких войск. Скажите, вот насколько я понимаю, крайне северный театр военных действий для немцев был очень важен, и боевые действия начались буквально сразу 22 июня. И, насколько я понимаю, цель была захват Мурманска, захват Мурманского порта, и, соответственно, с самого начала предотвратить возможность конвоев, союзников британских и американских, и снабжения Советского Союза. Вот, почему не удалось немцам, если так успешно у них шло наступление на Москву, скажем, и на Киев, вот как вы, как полярник, как житель Заполярья, как вы объясняете, почему вот на вашем участке немцы не смогли осуществить Блицкрик? Ну, прежде всего, начнем с того, что Мурманск, да, это военный город, который начал свое существование в Первую мировую войну, да, то есть это последний город, который начала строить царская Россия, и только для того, что туда была проведена железная дорога, и это был первый опыт помощи союзников в незамерзающий порт Мурманск, когда еще Мурманск не было. Еще в Первую мировую? Да, а порт уже был. Соответственно, немцы, понимая, откуда может нам подставляться помощь во Вторую мировую войну, уже планировали захват Мурманска именно для того, чтобы отрезать помощь союзников. Это было для всех очевидно, так как это сработало в Первую войну, почему этим не воспользоваться во Вторую? Дальше. Рассказывайте, рассказывайте, да. Да, поэтому, как немцы планировали, да, атаку на Мурманск, так и наши, естественно, войска понимали, что не защитить Мурманск от очевидной атаки немецкой машины нельзя. Поэтому уже до войны на полуострове Рыбачий были собраны огромные войска, да, то есть целая 14-я армия, она практически базировалась вся на Рыбачьем и перед Рыбачьем, на материке перед Рыбачьем, в Читовке. Только флот находился в поселке Александровский, нынешний Полярный. Все сухопутные войска, армия, танки находились на Рыбачьем. И небольшие части недалеко от Мурманска. То есть вы хотите сказать, что немцы не смогли захватить Мурманск и перерезать Кировскую железную дорогу, потому что у нас было заведомое превосходство силы? Да, 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 у нас уже тогда, у нас на самом деле во время всей войны было даже преобладание на этом участке в автоматическом оружии. То есть где-то у нас в средней полосе Москва защищалась трехлинейками и винтовками, а у нас было преобладание всю войну в автоматическом оружии на полуострове. А скажите, пожалуйста, тезка, скажите, пожалуйста, то есть для немцев вот это направление, оно имело только такое ограниченное значение перекрыть пути поставки помощи? Да, конечно. Ну, они, правда, для этого ограниченного направления кинули... На самом деле мы вот сейчас говорим, немцы, 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 но это исключительно из-за общей исторической справки. А на самом деле, да. Это были австрийская дивизия Дельвейс. Австрийская? Да, у нас были здесь датчане и австрийцы, кто на севере воевал с нами. Немцы были представлены только наблюдательными войсками СС, то есть непосредственным управлением. А финны? Финны, естественно, тоже, они непосредственно оказывали участие как союзники Германии здесь на севере. А финны на сам Мурманск наступали? Это зафиксировано? Были же совместные части. Понятно. То есть, поэтому здесь, естественно, было... То есть, немецкие, финские войска могли быть просто даже как войска поддержки, да, то есть, снабжения. Я вот тут хочу... Извини, просто здесь получается, то есть, Финляндия как бы служила тылом, да, для... Да, да, конечно, да. То есть, тыловое обеспечение, скорее. Виталий, а я вот хочу понять, вы в самом начале сказали, что вот эта немецкая группировка, ну, условно немецкая, да, с учетом того, что там были австрийцы и датчане, что она снабжалась по морю. Я не очень понимаю, а почему не через Финляндию? Там что, не было железной дороги, да? Конечно, конечно. То есть, там просто была сплошная тундра, лесотундра и никаких дорог, и поэтому приходилось завозить все по морю. Это было самое быстрое и доступное место, где можно было выгрузиться. И дешевое было. А вот такой вопрос тоже сразу приходит в голову. Считается, что все-таки господствовали на море, там, англичане и канадцы, да? Они что, они не пытались перерезать снабжение вот этой заполярной немецкой группировки или пытались, но не смогли это сделать? Ну, я так думаю, что они просто больше все-таки активизировались вокруг своих островов, да, то есть, к себе ближе. То есть, более себя защищая. Зачем им надо было защищать север? То есть, даже караваны поддержки, поддержка флота, именно американского и английского, началась не с первых караванов. Первые караваны просто на удачу проскакивали сами. Либо не проскакивали. Да, 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 да. А уже потом, когда именно немцы начали закрывать эти ворота плотнее, не получилось суши, они начали закрывать с воды. Только тогда пошли именно караваном армейские усиливающие конвои. Я вот тут хочу подчеркнуть одну вещь, потому что мы говорим о том, что это была такая отдельная операция, захватить Мурманск, перерезать железную дорогу. Но мне кажется, что она все-таки имела стратегический характер со стороны немцев, потому что мы уже рассказывали в наших программах, что Ленд-Лиз шел по трем маршрутам. Шел через Иран, и там немцы ничего не могли поделать. Второй маршрут шел через Владивосток, и там тоже немцы ничего не могли поделать. А вот что касается Мурманска, это как раз тот театр военных действий, где немцы могли и хотели что-то сделать. Поэтому в этом смысле это была стратегически важная операция. Согласны, Виталий? Да, абсолютно, абсолютно. Ну, как мы туристам рассказываем, что Мурманск – это самый близкий крайний север от Москвы, точно так же в стратегическом отношении это было самое близкое место, откуда можно было нас с тылу атаковать. Я вот пытаюсь все-таки разобраться и поставить себя на место наших слушателей. Как-то получается, как это там два пути снабжения. С одной стороны там идут северные конвои, да? А с другой стороны идет снабжение немецкой группировки вот там через финские порты, да? Да, да, да. Не только финские, но и норвежские. И норвежские, да. Финские и норвежские. Как эти параллельные маршруты? Или они рядом шли? Нет, практически да, потому что наши гражданские суда, которые шли, они уходили ближе к льдам и потом спускались. Ближе к северу шли? Да, 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 да. И потом спускались к нам. Ну, а немецкие, так как и территории уже были их занятыми, ходили вдоль берега, и, соответственно, там снабжением занимались. Но столкновение-то все-таки северные конвои встречали сопротивление, да? Ну, самое большое сопротивление это было немецкие подводные лодки. Конечно, да, да. А против немецкого снабжения или там вот против того снабжения, которое шло вдоль Скандинавии, там мы или союзники, мы этому не мешали, не препятствовали? Да, в принципе, и не могли, потому что даже авиация, которая находилась на Кольском полуострове, то есть почему до 43-го года практически преобладала немецкая авиация в зоне боевых действий? Потому что они взлетали из Пицама, то есть практически из Венахамарии, их время подлета к линии нашей обороны было 3-5 минут. А наши самолеты взлетали из Североморска и из Ваенги, как тогда называлось. И это было около 15 минут подлета. То есть ближе-ближе. То есть просто даже с точки зрения горючего и так далее, нам было сложно там каким-то образом их отслеживать и останавливать. Виталий, я вот хочу спросить, вот мы были в Кавдоре, когда это было, в октябре, по-моему, да? Уже сгущались сумерки, уже приближалась полярная ночь. У вас уникальная природа Заполярье, полгода день, полгода ночь. Вот расскажите нашим слушателям, как выглядела эта война. Она же принципиально отличалась, скажем, от боев за Киев или от боев за Смоленск. Потому что если это летние бои, то это 24 часа световой день. Если это зимние бои, это, соответственно, ночь круглые сутки. И, соответственно, летом это жарко, а зимой это ужасный холод. Вот какая была специфика снабжения советских войск, немецких войск, какова была специфика боев, так сказать, тактических каких-то вещей. Потому что действительно это очень бытового обеспечения, отопление, прокорма войск, снабжение войск. Это же действительно экстремальные условия с точки зрения организации боевых действий. Специфика, конечно, есть и очень сильная. Прежде всего, это была стационарная линия обороны, и она практически не менялась. Были незначительные изменения. Один окоп через 15 метров менялся на немецкий окоп. Было это камни. Расположение окопов друг от друга было на уровне выстрела, то есть совсем рядышком. То есть они видели друг друга в упор фактически, да? Да, абсолютно, да. То есть вот есть сопка, вы можете себе представить, небольшую горку. Вот сопка, да, то есть у нас она называется. И одни скаты ближе к морю, это были в сторону моря, в сторону полуострова Средний, занимали наши солдаты, а то, что было с материка, немецкие. Поэтому там не то же, что видеть. Можно было перекрыкиваться друг с другом, насколько это близко было. Это первое, да, то есть это скала. Соответственно, все там бросил гранату, разлетелись камни. То есть здесь было не столько поражений от осколков, сколько даже от гранита, который откалывался от взрыва. Немецкие войска, так как это были егеря и горники, и Австрия, и Дания, то есть люди, которые живут в горах, они сразу поняв, что больше они с этого места никуда не сдвигаются, и это начинается затяжная война, начали закапываться в гранит. То есть они прекрасные рудокопы, и у них были хранилища их боеприпасов, их штабы, их какие-то небольшие гарнизоны, где надо было отдыхать, просто в скалах у нас находятся катакомбы в сопках, где они обживались. Соответственно, нашим же было гораздо сложнее, потому что это уже все-таки был полуостров средний и рыбачий, это бывшее морское дно, и такого монолита скалы нету. Поэтому наши просто закапывались в землю. То есть наши это были землянки, накатные бревна, и всю войну наши люди провели практически в земле. То есть у нас не было никаких строений, таких вот, как могли бы быть у немцев. Что еще самое больное, что с одной стороны наша северная природа сыграла нам как бы плюсом, а с другой стороны и у нас много бойцов пострадало из-за этого же. Немцы шли в атаку практически на неделю. То есть ни для кого не секрет, что у них был план, и они уже были расквартированы с адресами в Мурманске, где кто проживает. То есть у них был блицкрик. То есть они были уверены, что Мурманск они захватят? Да, они начали наступление 29 июня, через неделю после начала войны начали наступление. Уверены были, что уже к концу июня они точно будут в Мурманске, а это летний период. Поэтому зимнего снабжения не было у немецкой армии вообще. А тот сухогруз, который вез уже, по-моему, в сентябре или в августе, снабжение зимнее, был удачно потоплен нашей подводной лодкой. И поэтому вся немецкая армада, которая находилась здесь, практически встречала зиму без зимнего снаряжения. Это тоже их очень сильно подкосило. То есть было не столько убитых, сколько замерзших. Но пополнение, которое приходило служить на рыбачьей с нашей стороны, у нас тоже есть случаи, когда люди замерзали без зимнего вооружения, потому что зима наступала неожиданно в июне, в июле или в августе, когда были заморозки и длились они не одну ночь, а около недели, и люди просто не могли согреться никак и погибали. – А вот еще такой вопрос. Помимо всего прочего, мы же начали север осваивать еще до войны. – Да, да, конечно. Первые поселки, где добывалась руда, Кировск, Сибирь, Нагорск на тот момент уже был. – Да. Ну и север, я имею в виду и дальше, и Арктику. – А как во время войны, если вы в курсе, все вот эти коммуникации с гидрометеорологическими станциями, то есть с мирными объектами, они были прерваны, и как они держались во время войны? – Нет, на самом деле все так же и продолжалось, только вот я немножко, тоже мне было интересно, начинаю погружаться, вплоть до того, что на материке находилась метеорологическая станция «Наша», которая еще была, которая появилась, когда мы начали осваивать как раз первые плавающие льдины, да, то есть у нас были первые арктические заброски на лед. И тогда появились метеорологические станции, чтобы контролировать их путешественную льду. Немецкие подводки выбрасывали на соседнем острове только с другой стороны своих метеорологов, и те благополучно тоже существовали. – Рядышком, да? – Да. – Это же знаменитая история, вот я не знаю, я до сих пор не могу разобраться, она, это легенда или нет, по поводу того, что чуть ли не в течение всей войны на Таймыре оставалась немецкая станция. – Вот за новой землей, знаю, точно была. Вот про Таймыр не готов ответить, не стал же. – Я знаю, что даже наши историки, там исследователи, была такая книжка «Свастика над Таймыром». И второй вопрос тоже по поводу мирных, так сказать, мирного аспекта войны, если такое бывает, Северный морской путь, вот эта вся доставка, которая наша, российская или советская, по Северному морскому пути, она была прервана на время войны? Вот это снабжение Севера по Северному морскому пути? – А, ну, конечно, да, оно было в меньшей степени, потому что… – Ну, как-то работало еще или нет? – Ну, пытались, пыталась работать, потому что иногда прерывалось, то есть, если в нормальное время, то есть, летняя заброска была, когда забрасывались продукты, бензин, топливо, все необходимое, то во время зимы, во время войны, то есть, один год были случаи, когда снабжения не было. – Вот я хотел спросить, Виталий, вы уже сказали о том, что немцы чуть ли не за неделю планировали захватить Мурманск, ну, соответственно, захватить Мурманский морской порт, соответственно, захватить Кировскую железную дорогу и отрезать Москву и Ленинград от снабжения. Значит, у них не получилось. А вот вопрос, они какую-то часть территории Мурманской области все-таки сумели занять или наши их остановили, что называется, прямо на границе? – Ну, вот одна линия обороны, которая называется Мустотонтуре, она практически идет по линии границы, то есть, это вот новая граница, которая была после переговора с Финляндией, да, то есть, вот она там и находится, там есть даже у нас погранзнак номер один, который первый от моря, где была линия обороны непосредственно. – А в других местах все-таки они немножко продвинулись, да, насколько они глубоко смогли пройти, немцы? – На 30 километров, вот линия обороны западная лица, она на 30 километров от границы. – Ну, это поразительно, потому что, если брать другие участки фронты войны, да, то там продвижение было на сотни километров, а здесь фактически северяне, ну, практически не пустили. – Да, да, это именно почти на государственной границе прошла вся война, три с половиной года. – И фронт, как вы сказали, был очень стабильным, то есть, он почти не двигался на протяжении всей войны? – Да, то есть, здесь были позиционированные бои, то есть, задача была наших войск, которые уже ввязались в войну, не упустить егерей на Кавказ, то есть, держать вот эту армаду, Эдельвейс, здесь на севере, для того, чтобы их не перебросили на Кавказ, где была наша нефть. Ну, соответственно, этой же нефти не хватало немецким войскам. – Вы сказали, что были австрияки и датчане. Правильно я понимаю, что германское командование специально именно эти части направило на Кольский полуостров, понимая, что они готовы к таким вот зимним и горным условиям боевых действий? – Да, конечно, они же, на самом деле, эти войска за один день завоевали Норвегию. Почему их не отправить на Кольский полуостров, таких опытных? – А здесь они обломали зубы, да? – Да. – На Мурмане. – А в нашей армии, кстати говоря, в 2014-й, там была тоже какая-то спецподготовка? – Северная, северная и горная. – Да, это была подготовка русского мужика, это были вологодские, архангельские и поморские мурманские парни, которые не боялись холода, убивали песца в глаз, ходили на лыжах и, в принципе, могли жить в снегу. Поэтому это были просто жизнью наши северные подготовленные люди. – Виталий, вот смотрите, мы уже говорили о том, что жизненно важная коммуникация – это Кировская железная дорога, которая соединяла Мурманск с Ленинградом. Вот мы когда были в Кавдоре, мы делали программу про бои вокруг Кавдора, нам рассказывали, что немцы постоянно пытались разбомбить, перерезать, значит, как-то вывести из строя Кировскую железную дорогу, но она моментально восстанавливалась, да? Как вообще все это происходило? Как удавалось так быстро восстанавливать ход по Кировской железной дороге, что немцам за всю войну не удалось ее вывести из строя? – Ну, во-первых, это велось точно так же, как партизанские вылазки, да, то есть где-то прибежать, быстренько подорвать и убежать, пока не заметили. Ну, соответственно, это были локальные повреждения, которые восстанавливались очень быстро с заменой рельс. – А авиация немецкая, которая постоянно бомбила? – Ну, там же, вы же понимаете, да, что просто разбомбить железную дорогу – это ни о чем. Пытались разбомбить все равно эшелоны, которые шли. Соответственно, сам эшелон, который пострадал от бомбежки, защищал железную дорогу. Поэтому это были кратковременные нанесения урона, не более того. – Хорошо. Мы разговариваем сегодня с Виталием Фурманом, директором по развитию туристической компании «Прохладный Север». Виталий с нами на связи из города Мурманск. Да, мы через минутку уйдем на выпуск новостей. И вот вопрос такой, перед тем, как мы уйдем на новости, Виталий. А вот вы сказали, что вся вот эта инфраструктура немецкая, да, вот эти траншеи, подземные бункеры, хранилища, это все сохранилось? Это вот сейчас вы показываете туристам, то есть это все можно реально посмотреть? Да, конечно. Все вот в том состоянии, как это было в 1945-1944 году. К сожалению, дерево, которым отбивались, гранит и шконки, на которых спали и жили и ели, да, то есть это сожжено и унесено. Но стены каменные, они по-прежнему так и хранят историю. То есть в бункер можно забраться и посмотреть, как это вообще было. Ну что, давайте мы сейчас там прервемся на пару минут, на пару-тройку минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена Победы» и нашу беседу с моим тезкой Виталием Фурманом. Сразу поехали. Начинать ты тогда. Еще раз добрый вечер, мы продолжаем программу «Цена Победы». Напоминаю, что мы с Владимиром Рыжковым, Виталием Дымарский, Владимир Рыжков, мы находимся в московской студии, а с нами на связи из Бурманска Виталий Фурман, директор по развитию туристической компании «Прохладный Север», и мы говорим о войне в Заполярье. Я вот вначале там где-то так сказал, проговорился, а теперь я хотел все-таки поподробнее вам задать вопрос про вот эту знаменитую канатную дорогу, о которой, по-моему, никто ничего не знал до недавнего времени. Она потом и знаменитая, что про нее никто ничего не знает. Поэтому расскажите о ней поподробнее, что за канатная дорога, что за канаты и кому чего на ней. Она не столько знаменитая, сколько загадочная, я бы сказал. Нет, все же просто. Отсутствие дорог. И хорошие инженера, которые были как раз в австрийской армии, у них же были, когда армия есть свои инженерные войска, которые делают дороги, как раз делают места проживания и просто делают армейский быт каким-то образом. То есть, соответственно, так как у нас были австрийские горные стрелки с горными инженерами, у них уже тогда для себя использовались в горной промышленности канатные дороги. То есть, и просто из Австрии это дело перевезли, опять же, морским транспортом в Ленахамарий, не оттуда она начала идти. То есть, это было снабжение армии, порядка 60 километров канатная дорога. 60 километров? 60 километров, да. Это что, она шла от морского порта до позиций? Да, она шла практически из Ленахамария до линии обороны Западная Лица и второй хвост шел как раз примерно от Титовки в сторону Мустатунтури. То есть, снег, есть дорога, нет дороги, генератор зарядили бензином и канатная дорога работает. И так шло все снабжение через нее? Да, да, да. Снабжение через нее. Притом, я читал, как бы, те справки, которые были написаны о ней, что она только в 42-м году заработала. На самом деле, на некоторых элементах железной дороги дата производства 38-й год. Поэтому делали ее для нас или не для нас, здесь можно поспорить. Виталий, чтобы понимали мы и наши слушатели, это что, вот типа того, что сейчас у них на гурнолыжных курортах? То есть, это была такая канатная дорога с мачтами, с роликами? Да, канатно-кресельная дорога. Канатно-кресельная дорога. И надо еще понимать одно, что вот те хвосты, о которых Виталий говорил, что они, собственно говоря, исходя из сегодняшнего дня, они, кажется, заходили уже на нашу территорию. Да, да, да. Вот. И там что-нибудь сохранилось от этой канатной дороги? Ну, во-первых, мы с вами немножко начали, я рассказывал о том, как линия обороны сохранилась, да, то есть, вот вдоль этой линии обороны практически до сих пор еще висит колючая проволока. Да ладно. Да, да, да. Наша или немецкая? Немецкая. Немецкая колючая проволока, она до сих пор вот вокруг окоп, ее видно, она где-то сгнила, но где-то до сих пор вот висит. Вот оставались огнеметы, которыми немцы защищали свои позиции, да, то есть, которые на американской американском авиационном керосине стреляли в наших бойцов, которые шли в атаку. Вот. И, соответственно, все эти опоры, ролики, железные, ну, все, и канаты, до сих пор это все лежит в тундре. То есть, у нас природный слой очень маленький, и, соответственно, утонуть это где-то, провалиться в землю, это не может. Поэтому, где она упала, там и лежит. Но она упала все-таки. Да, конечно. А нет идеи ее восстановить в мирных целях? Да, тут вопрос другой. Она сейчас вся на нашей территории, или она там какими-то концами заходит в Норвегию? Или она сейчас... Нет, полностью на нашей территории, но восстановить на жаление это невозможно. Ну, тогда второй вопрос, Виталий. А никому не пришло голову сделать хотя бы фотоальбом, чтобы пока это все сохраняется, чтобы сохранить, если не в железе, то сохранить, по крайней мере, в фотографиях, в схемах, в картах. Такую работу еще никто не сделал? Конечно. Вот не готов сказать фамилию этого замечательного человека, зная, что он работает в область софт-профи в городе Мурманске. И он как раз в Титовке, которая находится... Это теперь у нас федеральная дорога Мурманск и Норвегия. Санкт-Петербург, Норвегия, можно даже так сказать. То есть прямо на этой дороге мотель Титовка, и рядом с этим мотелем есть теперь комплекс, где стоит небольшой вагончик с фотографиями, посвященные как раз обороне Титовки, Рыбачьего. И там есть про канатную дорогу достаточно подробно. Подробнее, где бы я больше не видел. То есть такой маленький мини-музей, да? Да, мини-музей, и как раз на Титовке есть восстановленные опоры с канатами, как это было. То есть прямо на местах, где она находилась. А скажите, вот тоже, если уж мы упомянули о музее, ведь Мурманск – город-герой, да? Понятно, что там есть огромный мемориал обороны Мурманской и Победе. Вот в Краеведческом музее, мы просто когда с Виталием были в Мурманске, мы, к сожалению, не успели туда заехать, не было времени. Там есть большая вот такая экспозиция, залы, этаж, несколько этажей, где вот со схемами, картами, красными, зелеными стрелками показана вся история обороны освобождения Мурманска? Конечно, конечно. Этот этаж есть, я в него ходил с самого детства, но помимо Краеведческого музея, полностью можно погрузиться и в Северный флот, и оборону Рыбачева. У нас есть музей Северного флота. И он старенький, но не менее от этого информативный, где как раз еще больше этому посвящена информация вся. И линия обороны «Западная лица», там есть мемориал защитникам Советского Заполярья «Долина смерти». Как ее называли во время войны, сейчас она называется «Долина славы», где тоже прекрасно, во-первых, перечислены все войска, которые участвовали в защите Заполярья. Авиация, флот, танкисты, пехотинцы, все, все перечислены части поименно. И также на камне нанесена и линия 1941 года, и Песамо-Киркинесская операция 1944 года. По освобождению. Да. Еще, знаете, какой вопрос, все-таки возвращаясь уже к самой войне. Мы все больше и больше говорили о сухопутных операциях. Была ли некая война на море? Конечно. Что происходило на море? Ну, прежде всего… Во-первых, какие силы нашего флота там были? Он где базировался? Он базировался в Бурманске или рядом? Нет, 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 он базировался в Александровске. То есть сейчас это поселок закрытого типа Полярный. Это Северный флот? Да, Северный флот стоял в нем. Там было боевых 8 эсминцев на момент начала войны, ну и вспомогательный, соответственно, флот тральщики, суда, танкеры и все остальное. Подводных лодок не было? Да как же не было. У нас сколько героев Советского Союза, Гаджиев и все остальные подводники, которые как раз и топили Тирпиц, и топили сухогрузы, которые шли со снабжением в Ленахамаре. То есть это отдельная абсолютная история подводников на Северном флоте. Помимо этого были торпедные катера, деревянные легкие с мощными двигателями лодочки с двумя торпедами, которые выскакивали тоже на перехват немецких судов. Саша Ковалев, да, то есть мы знаем, пикуль мальчики с бантиками, описывает войну детей, да, то есть юнг на Северном флоте. История рыбаков, да, то есть на траулеры рыболовецкие, которые пытались ловить рыбу в практически военных условиях, устанавливались пушки ПВО небольшие, да, то есть которые помогали сражаться с подводными лодками и с авиацией, которая налетала на любой кораблик, который был в море. Ну да, я читал, что у немцев огромные потери были в авиации, они потеряли сотни самолетов, то есть там действительно они сталкивались с очень серьезным сопротивлением систем ПВО, как нашей, так и союзников. Когда шли конвои, они тоже были хорошо вооружены и сбивали много самолетов немецких. Да, да, потому что каждое гражданское судно, оно оснащалось какой-то пушечкой, которая должна была сопротивляться налетам. А северный конвой, это только Мурманск, да? Нет, 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 ни в коем случае не Мурманск, Мурманск, он стратегически, чем могли приходить зимой, да, то есть конвой. А так это же два порта наших самых близких, это Мурманск и Архангельск. Да, да, и Архангельск. Я еще читал, Виталий, тоже, что особенность, вот мы сегодня говорим об особенностях войны в Заполярье, потому что она действительно очень сильно отличалась от других фронтов. Особенность была в том, что зимой они шли в Мурманск, в незамерзающий порт, во тьме, и поэтому легче проскакивали немецкую авиацию и подводные лодки, а летом им приходилось идти при полном 24-часовом дне, да, и там, и вот эти вот летние потери были гораздо серьезнее, когда шли конвои союзников. Да, поэтому, на самом деле, большинство конвоев и пыталось прийти зимой, когда Мурманск не замерзал. Как жил город вот в эти четыре года, значит, между 41-м и 44-м, вот были какие-то особенности в жизни самого Мурманска? Вы сам из Мурманска, Виталий? Да, конечно, да. Вы местный, да? Вот как жил город в годы войны? Были ли какие-то особенности? Виталий не помню. Как он, кстати, сам снабжался? Как он, кстати, сам снабжался? Ну, слава богу, железная дорога работала, плюс, конечно, это рыболовецкий город, да, то есть снабжение из моря рыбой было. Рыба была, рыба была, да? Да, рыба была, и даже было настолько ее достаточно, что даже два эшелона отправили в блокадный Ленинград, да, то есть люди рыбачили, трудились и делали все на благо победы. Но статистика – это жесткая штука, и она говорит о том, что на Мурманск за вот это время войны, практически четыре года, было сброшено столько же бомб, сколько на Сталинград. То есть каменных строений практически не осталось. Ну и, соответственно, видимо, были очень большие потери среди гражданского населения города. Конечно, конечно, конечно. То есть все, кто мог, в любом случае работали. Заводы по производству лимонок, патронов и всего остального был практически в каждом городе, и в Мурманске, и в Кировске, и в Кандалакше, где могли стоять токарные станки. Да, то есть и снабжение, и все делалось постоянно. То есть в перерывах между налетами на город. А вот какая-то часть ленд-лиза, которая приходила, ведь там же, ну понятно, что шли вооружения, боеприпасы, там... Тушенка, паровозы, танки, шпотопы. Вот что-то местным жителям доставалось, или все уходило на большую землю из тушенки, шоколада и так далее? Я думаю, все уходило в армию. То есть это все равно, всегда все делалось во имя линии обороны, и все шло на фронт. А город-то как-то снабжался сам за счет рыболовства, да? Да, да, да. Ну, прежде всего, работали колхозы очень хорошо. На самом деле, опять же, по статистике, во время войны оленей на Кольском полуострове было больше, чем сейчас. То есть оленей были вместо лошадей в упряжках, в санях. Но это еще и мясо? Это диетическое мясо, да, да, да. То есть прежде всего. То есть поэтому подножный корм никуда не девался. А вот к вопросу о подножном корме, мы когда с Дымарским были в Кавдоре, уж столько нам наговорили местные жители, кавдорцы, а вы приезжайте к нам летом, а у нас столько грибов, а у нас столько морожки, а у нас тут столько всяких дикоросов. Вот это помогало мурманчанам и жителям других городов области выживать с точки зрения пропитания? То, что можно было там наготовить морожку, шишек набить, грибов насушить? Шишек нет, но традиция эта осталась и после войны. На самом деле, как-то продовольственный запас никто не отменял, и очень многие воинские части, даже после войны, был отдельный осенний сбор урожая. То есть это собирались и ягоды, как витамины, и грибы сушились для того, чтобы все равно разнообразить быт воинской части этой картошки, тушенки и всего остального. А разрушения в городе были? Ну, он сказал, да, что каменные здания... А, каменные здания, я произведен. Город был разрушен полностью, полностью, а порт восстанавливался после сожжения регулярно. То есть, а вот я хотел все-таки, по поводу Арктики, правильно я понимаю географию, что это тоже все-таки, что Мурманск получается единственным пунктом, из которого можно снабжать Арктику, наши там станции в Арктике, да? Ну, Мурманск и Архангельск, то есть... Ну, два, да, Мурманск и Архангельск, то есть по тому же принципу. И также вот эти вот наши станции во время войны, они же там оставались арктические? Да, и просто выживали, да, просто выживали. Просто выживали, то есть, но снабжение было какое-то, тем не менее, видимо? Очень нерегулярное, очень нерегулярное. А в этом вообще что-то у нас никогда, по-моему, не писали, не рассказывали. Да, 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 как-то эта тема, да, у нас не очень. А как город жил, вот помимо того, что вот вы сказали, что были страшные разрушения, были большие потери, как-то выживали, рыбу ловили. А работала ли гражданская сфера, не знаю, школы, больницы, театры, прошу прощения за этот вопрос, кинотеатры, второй раз прошу прощения за этот вопрос. Просто интересно, как жило Заполярье вот с точки зрения такой вот гражданской жизни? Или только бои, бомбежки, бои, бомбежки и больше ничего? Нет, ну, здесь же как-то пропаганду-то никто не отменял, то есть школы, которые были на тот момент в городе, они были превращены в госпитали, потому что это были каменные строения, одни из каменных строений, которые были превращены в госпитали. Но агитбригады, там кино на простынях, да, то есть где-то там в том же порту и что-то. Ну и плюс люди сами пели и веселились себе, как могли, потому что, ну, а как по-другому? Не все же время воевать. Ты задумался, как веселиться? Да, но я просто, я вспоминаю эти суровые края, я пытаюсь себе представить вот эту длинную зиму, полгода, да, когда ночь, да еще и бомбежки, да еще и бои, как вот люди в этих суровых условиях вообще жили и пели, и как-то, и дети же там были, видимо, не всех же детей вывезли из Мурманска. Конечно, конечно, многие осказывали. Скажите, а вот я тоже плохо представляю себе разбросанность населенных пунктов и населения, соответственно. Вот когда немцы, ну, немцы это обобщение, да, там австрийцы, датчане, когда противник, да, все-таки переходил вот линию фронта, совпадающую с государственной границей, да, то есть переходил на советскую территорию. Вы говорите, что неглубоко он уходил, да? Да, практически, практически. То есть там эвакуации какой-то не было, не пришлось быть. Но какие-то пункты населенные оказывались под оккупацией фактически, получается? Или там нет ничего? Нет, самый южный город, к которому линия фронта приблизилась максимально, это Кандалакша. А Кандалакша стоит на Белом море, то есть поэтому это было самое близкое, как бы, расстояние до фронта. Все остальное находилось, то есть практически там, ну, западные лица находятся в 70 километрах от Мурманска. То есть дальше они, ну, войска не прошли. Вот и в Кандалакшу не входили. Да, в Кандалакшу не входили. Вот я хотел спросить, Виталий, да-да-да, да. Вот, вы знаете, ну, все знают, что Андрей Звягинцев снял фильм не так давно «Левиафан», и снимал он в ваших местах. Я так даже подозреваю, что ваша компания «Прохладный север» туда народ возит и показывает. Вот у нас здесь на большой земле это называют «Териберка», но в Мурманске нам объяснили, что правильно называть «Териберка». Да, ухо режет ужасно. Вот, да, а здесь все вот сплошь называют «Териберка», а у вас называют «Териберка». Давайте называть правильно «Териберка». Вот что в годы, раз уж это такое знаменитое место, и благодаря фильму Андрея Звягинцева теперь весь мир его знает, что там в «Териберке» происходило в годы войны и происходило ли что-нибудь? Да, конечно, там был огромный поселок, и основное занятие поморов – это рыболовство было. Поэтому все поселки поморские, которые были… Это же вообще идет начало «Териберки» с момента заселения северных территорий и вхождения Двинян и… как же они, как с Кемска волос, то есть с севера Карелии, как раз на полуостров рыбачий для торговли, для вылова трески, пушнины, ягоды и обмена с как раз испанцами и англичанами на Вайдагубе на полуострове рыбачий товарами. То есть это еще со времен Грозного примерно, да, 16 век, где-то с тех времен? Да, 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 это же был первый менный рынок России до Петровских времен, когда еще не было окна в Европу, Балтике. То есть Волок шел с рыбачьего, вот как раз из Вайдагубы, до Архангельска, из Архангельска на Москву. Ага, то есть это древнее поселение, и в годы войны там, видимо, был колхоз, и колхоз занимался рыболовством и снабжал город, и снабжал фронт рыбой. Да, да, это был такой достаточно богатый тыл. А далеко это от фронта, если брать территориально, Териберка от фронта? По воде также примерно 100 километров, это если вот от рыбачьего смотреть до Териберки, по земле через Мурманск это порядка 300 километров, ну если вот огибать Кольский залез. То есть довольно далеко все-таки от линии фронта? Скорее всего их там не бомбили непосредственно? То есть боев там... Да, конечно, там просто не нужно было, это тундра, туда еще надо было понять, куда долететь и зачем. И что там бомбить в Териберке? Не, ну в Териберке, кстати, есть два или три береговых орудия, которые Териберку все равно с земли защищали от залетных как раз каких-то с моря заходящих людей. А вы говорили нам сегодня, что с одной стороны вот на суше у нас было большое преимущество, да? Да. А в воздухе все-таки у немцев все равно осталось. Да, до 43-го года было преимущество немецкой авиации. А в 43-м году что произошло? Мы усилили, подкинули самолетов туда или немцы стали уходить? Да, 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 у нас стало больше самолетов. Ну и плюс, Виталий, ты помнишь, что 43-й год это Курская дуга и уже там армия... Я вижу, что немцы стали меньше внимания уже уделять. Уже у них были большие потери, они уже не могли, видимо, возместить. И мало того, то есть основная проблема-то была все-таки в топливе, да? То есть авиационный керосин это было очень дефицитное. Ну да, и тратить его... Им просто не хватало, видимо, его. А когда немцы перестали, так сказать, прекратили свои попытки все-таки захватить Мурманск и вообще успокоились вот на этом направлении? Ну, линия обороны стала стабильной уже в октябре 41-го года. И больше они не предпринимали попыток, да? Какого-то большого наступления. Дальше были уже такие, то есть больше провокационно-диверсионные атаки, да? То есть с нашей стороны заходило разведроты по 100 человек практически для атаки изнутри всех этих подразделений немецких. И, соответственно, у них были такие же, да? То есть вылазки обратные для того, чтобы... Ну, это было похоже на войну. Виталий, вот мы говорили о том, что очень много, сотни заходили кораблей британских, канадских, американских, северные конвои заходили в Мурманск. Вот какая-то память в городе осталась? Не знаю, там об англичанах, которые были в городе в то время. Они же там не на два часа заходили. Понятно, что они заходили на какое-то время. Вот какая-то была коммуникация между северянами и союзниками. Были ли там какие-то постоянные представители, которые там постоянно находились? Вот какая память осталась у горожан о северных конвоях? Разрешали ли контакты с иностранцами? Ну, Мурманск же, как портовый город, он был интернациональный. То есть в Мурманске, можно сказать, на тот момент коренных-то жителей не было. Все были приехавшие откуда-то. То есть вообще Мурманск строили первые строители Мурманска. Это были китайцы, которые были завезены интервентами англичанами для строительства города. Соответственно, коренного населения не было. Это были люди, которые приехали из Вологды, отовсюду. И на самом деле иностранцев-то было в связи с этим очень много. То есть были и консулы, и представители, были все. На настоящий момент, к сожалению, остался только памятник дроби народов, где перечислены все города побратимы города Мурманска. К сожалению, интернациональное кладбище, где захоронены именно иностранцы, иностранные моряки, которые погибли уже в Мурманске, когда пришли сюда. Ну и сам был участником, и этому очень рад. Приезжали английские моряки, уже дедушки. Ветераны? Да, ветераны к нам в школу. Они это делали практически до последнего года. Они все еще приезжали в Мурманск для того, чтобы посетить то место, куда они приходили в войну. Для англичан это вообще такая история, которой они очень гордятся. Священная, я бы сказал, история. Да, потому что дедушки. Дети, которые Виталий назвал, я с ними в Москве встречался, потому что они обычно там еще сначала небольшой такой прием в посольстве в английском устраивали. Я помню, с ними встречался. Они просто взахлеб это рассказывают, потому что для них это такая героическая страница Второй мировой войны. На самом деле героическая история. Немцы топили конвои, немцы потопили огромное количество кораблей, очень много людей погибло. Это на самом деле героическая история. Идти под немецкими обстрелами по морю или ждать торпеды немецкой лодки подводной. Серьезная история. И факт того, что что бы ни случилось, ты все равно не выживешь. Потому что пять минут в северной воде, и ты все равно погибаешь, тебя никто не спасет. Виталий, вот вы директор по развитию туристической компании «Прохладный север». Вот когда приезжают москвичи, или когда приезжают санкт-петербуржцы, или из других регионов России, вот что больше всего они любят смотреть? Вот они едут в Териберку из-за фильма Звядинцева, или все-таки вот эта военная тематика? Идут в магазин за рыбой. Да, или идут в магазин за рыбой, как мы с Демарским сделали когда-то. Или вот эта военная часть историй тоже их интересует, и они просят вас показывать, в том числе вот эти траншеи, бункера, места боев. Вообще, интересна эта тема для гостей Мурманской области? Ну, прежде всего, когда приезжают москвичи, то огромная часть, и до сих пор это большая часть, узнают неожиданно, что у нас московский часовой пояс. Это первое, что их удивляет. Дальше, конечно, если это летний период, то сдвиг психологии, потому что не темнеет. Ну, а потом уже третье, это природа, которая окружает, потому что она...